всех приветствую значит сейчас сниму видео которое скажем так не планировал заранее идея его снять появилась примерно час назад значит в переписке в комментариях под одним из моих роликов с одним из пользователей был затронут такой вопрос связанный с замерами эспандеров по ргц и плавно скажем так перешли к усилиям эспандеров именно силоруков заявленным и как бы что есть них на самом деле значит самому мне стало немножко интересно чему это усилие будет соответствовать значит это силоруков 120 обзор на которые делал недавно и вот собственно говоря я посмотрел сайт и почитал информацию от производителя значит покажу ее вам чтобы не быть голословным значит соответственно на примере эспандера силоруков 100 производитель заявляет что чтобы сжать эспандер силоруков 100 нужно приложить усилия то есть я так понимаю динамометрия должна быть дал от 66,7 килограмма то есть если у вас кистевая динамометрия 66-67 килограмм при правильной технике вы сможете сжать эспандер силоруков 100 далее у нас идет таблица заявленных производителем усилий то есть скажем так я вообще считаю что если какой бы то ни было производить кистевых эспандеров заявляет определенные усилия то скажем так ну уберет на себя такую некую определенную ответственность то есть как бы люди покупают на что-то ориентируются значит силоруков 120 заявлен на 80 килограмм нагрузка по центру ручки и 67 и четыре десятых килограмма нагрузка по на концах ручки значит далее что у нас тут еще написано что допустимая погрешность нагрузки это 57 процентов от заявленного усилия также спускаемся вниз и смотрим что эспандеры силоруков предназначены для закрытия без установки соответственно если у вас кистевая динаметрия при правильной технике то есть при технике сжатие без установки так с этим я думаю разобрались и соответственно дальше есть еще такой пункт где написано цифра нагрузки эспандера например 80 это обозначает нагрузку 80 килограмм если приложить усилие равное 80 килограмм к центру эспандеры от верха пружины до низа рукоятки это примерно 15 миллиметров выше центра рукоятки то есть от верха пружины так понимаю верхом пружины берется вот это место и нижний край ручек то есть надо найти этот центр но производитель как бы заявляет что примерно 15 миллиметров выше центра ручек то концы рукояток соединятся между собой то есть в этом месте соответственно у эспандера 120 килограмм усилие должно равняться тем самым 120 килограмм то есть если планку допустим сейчас вот мы выставим пациенту ручек сместив ее примерно на 15 миллиметров выше нагрузка будет на 120 килограмм вот это я показал чтобы скажем так не вспоминать это все по памяти и отталкиваться непосредственно уже от информации которую заявил сам производитель значит например силоруков 120 у нас получается 80 килограмм центра ручки и допустимая погрешность такого эспандера 5 7 процентов 7 от 80 килограмм по центру это 5,6 килограмм то есть из падж должен вас попасть коридор 74 4 reinvent 5 6 десятых килограмма это тот коридор который заявляет производитель допустимый по погрешности эспандера именно замерив его по центру ручки по краю ручки производить и заявляет эспандр который по центру покажет 80 килограмм на 67 4 десятых килограмм а соответственно эспандер 120 если следовать скажем тем цифрам которые приведены для эспандера 100 килограмм примерно я посмотрел делится на полтора и мы получаем 80 килограмм динамитрии будет необходимо чтобы закрыть подобный эспандер при правильной технике закрытия эспандера так ну немного информации еще раз покажу я думаю кто еще раз посмотрит возможно и много здесь чего сказал но все это несложно если есть желание скажем так никто поэтому эспандер установила чуть глубже чтобы центр у нас был перпендикулярен при закрытии вектру тяги и что нам надо сделать ручку на 95 миллиметров соответственно планка 25 с каждой стороны должно быть по 35 миллиметров тогда мы получаем ровно центр верхней ручки и так выставляем планку вот ровно 35 миллиметров потом еще раз померю покажу более наглядно ну и давайте смотреть производитель заявляет 80 килограмм и допустимую погрешность по верхней границе 7 процентов ну вот мы проходим 80 килограмм 91 и три десятка килограмма значит соответственно смотрим пережатие отсутствует то есть это не взлет усилия давайте числе 91 килограмм это не взлет усилий за того что допустим пережал ручки то есть прижать и ручек нет но визуально мы видим что они сомкнулись то есть прибавить еще 100 грамм вот именно в этом положении никогда между ними миллиметр а в таком вот положении прибавив 100 грамм для такого усилия ручки уже коснуться друг друга и листок не пройдет соответственно мы получаем 91 килограмм значит 91 килограмм путем вычислений мы получаем что нагрузка на 1375 если округлить на 14 процентов не на 7 процентов на а на 14 процентов больше той которую заявляет производитель соответственно что мы можем сделать еще еще мы можем померить этот эспандер по краю ручки и также то место где должно получиться как бы 120 килограмм значит 14 процентов много ли это это или мало ну я считаю это но не маленькая величина то есть погрешность для эспандеров 120 килограмм 14 процентов это сейчас я вам скажу если следовать всем цифрам и умножить 91 на полтора то мы получим эспандер равный силарукову 136 если быть совсем точным такого эспандера нет и 135 на 130 килограмм то есть эспандер более по усилию чем силаруков 130 соответствовал бы если следовать цифрам сайт такому усилию значит ну как я понимаю конкретно эта модель оказалась более жесткой более жесткой на 11 килограмм от заявленного на сайте то есть если у нас по вычислениям необходимая динамометрия как заявил производитель нужна была для закрытия эспандра указан на сайте 80 килограмм то для закрытия этого эспандера получается необходимая динамометрия 91 килограмм так давайте теперь наверное замерим по краю и посмотрим будут ли данные соответствовать в таком случае сейчас переставлю эспандер немножко прервусь и как говорится продолжим и так продолжаем ты установил эспандер значит немножко выдвинул его сюда чтобы вектор тяги был перпендикулярен самому эспандеру при замерах чтобы все было максимально точно точно потому что когда замеряю я по скажем так значением соответствующим ргц то ручка у меня равняется в уровень с этой площадкой здесь у нас идет смещение в районе сантиметра ну давайте смотреть значит еще раз повторюсь 67 и четыридесятых килограммов по краю на своем сайте заявляет производителя выставляем планку по краю и производим замеры то есть по центру у нас усилия получилось на 11 с небольшим килограмм больше заявленного раз посмотрим какие будут результаты при замерах по краю 59 килограмм пережатия нет итогов что мы получаем 59 кг это пишем край и у нас получается от заявленного меньше на ну давайте усредним на восемь с половиной килограмм то есть такая получается арифметика 59 килограмм меньше на восемь с половиной килограмм цифры которую заявил производитель вот значит ну как бы здесь я каким-то образом не прокомментирую я думаю как минимум это просто несоответствие цифр которые находятся на сайте поэтому я не знаю точно как мерит производитель при помощи какого устройства может быть там есть какие-то свои особенности но если бы они были то наверное все бы у нас было либо в меньшую либо в большую сторону здесь мы видим вот подобную картину значит покажу ближе здесь все ровно ручки ровно друг на другом пережатия нет сазоров между ручками нет трос ничего не касается нижняя ручка перпендикулярно вектору тяги потому что здесь у меня все посчитанное выдвинуто сейчас здесь вот ручка на сантиметр этой площадке но я не знаю что еще показать то есть ничего здесь скажем так не подогнано не подстроена планка у нас 25 миллиметров еще раз покажу выставлена не на глаз там при помощи пальцев при помощи блока плоского выставила и ровно по краю ручки не знаю ну это уже конечно лишнее но вот она 25 миллиметров вот значит скажем так если рассматривать замеры как просто некий такой обзорный характер картина получается у нас вот такая ну давайте теперь посмотрим будут ли эти 120 килограмм хотя бы приблизительно отступим 15 миллиметров но эспандер придется переставить ручки закроются ничего мешать не будет то есть я так уже делал потому что здесь не получится у меня так глубоко его утопить и значит сместив от центра ручек еще на 15 миллиметров планку приблизительно мы должны получить как бы где-то вот эти 120 килограмм еще раз прервемся и продолжим и так переходим к третьему замеру значит установил эспандер другую сторону потому что замерить это место которое и о котором я говорил ранее не получится будет мешать эти если скажем так поставить эспандер в его обычное положение но здесь закрыть ручек ничего мешать не будет поэтому скажем так на результат это никоим образом не поменять не повлияет ну значит что центр ручек когда мы замеряли по центру отступали по 35 миллиметров с каждой стороны причем того что планка у нас 25 миллиметров сместив центр приложения усилия на приблизительно 15 миллиметров с этой стороны должно до края планки быть приблизительно 20 миллиметров поэтому давайте сейчас это расстояние выставим так ну наверно вот так вот и произведем замер как заявляет производитель должно получиться 120 килограмм 117 с половиной килограмм значит так ну а ну вот видно что есть нас половиной даже наверное то есть даже чуть-чуть я немножко не дожил потому что если очень удобно контролировать с этой стороны 117 половина даже ближе я думаю будет такой зазор чуть побольше остался ближе к 118 ну ладно давайте напишем 117 и 5 118 и в данном случае меньше на 2 тире 225 килограмма такая вот арифметика такие вот вычисления значит у этого эспандера который по центру отличается на 11 килограмм в большую сторону а не будет все заново произносить я думаю картина ясна вот заявлено по центру по краю и в верхней точке будем так называть соответственно вот у нас получилась разница 91 килограмм на 1 килограмм больше по краю ручки на 80 килограмм меньше а вот в этой точке практическое совпадение в 2-2 килограмма то вот это уже до погрешность вполне допустимая но она никоим образом то не вяжется с первыми для замерами но вяжется с той цифры который изначально заявил производитель вот значит конечно хотелось бы в будущем если будет возможность померить другие эспандеры силоруков просто опять же насколько я знаю по отзывам людей бывает так что там 110 130 110 может быть жестче 120 или 130 легче 120 сам не проверял не знаю но такие не раз уже отзывы слышал поэтому ориентироваться на эти цифры и те которые указаны на сайте я думаю не стоит я бы как минимум не рекомендовал даже по заменам от этого одного эспандера ну вот такое видео еще раз повторюсь уже не знаю как зовут пользователя с которыми переписывался такие вот результаты соответственно а что касается динамометрии значит сейчас в этом ролике я вопрос подробно объяснять не буду потому что планировал будущем стать отдельное видео про это но скажу одно что динамометрия если следовать вот этой логике 91 килограмм то разделив цифры по принципу как дело это производители для закрытия данного эспандера получается по заявке производителя необходимо 90 килограмм динамометрии значит недавнем видео когда я получил динамометр гм-150 я закрыл этот эспандер ну скажем так три раза прибавим немножко силы скажем три раза без установки также как заявляет производитель и на динамометре скажем так через минуту я показал 97 килограмм на 6 килограмм больше 91 соответственно я даже скажу что в этом конкретном случае имеет место определенное совпадение конечно возможно с погрешностью не знаю то есть могут ли дать 6 килограмм в данном случае динамометрии моей дополнительные два раза закрытия но цифры такие то есть скажем так я тут ничего не притягиваю за уши ни вправо ни влево если вот есть это совпадение то она есть у меня соответственно другой вопрос если кто-то досмотрел это видео до конца то есть скажем так не с целью популяризации потому что на самом деле мне интересно напишите свои предположения если скажем так эспандер для закрытия которого требуется 91 килограмм динамометрии мне динамометрии в 97 удалось закрыть на три раза тнс насколько раз закроет этот этаж вот именно этот эспандер человек динамометрии например 110 килограмм 120 килограмм и 130 килограмм хотя бы примерно то есть я как бы считаю что эспандер не из легких все-таки и там не получится закрывать у нас сотни раз делимитирующим фактором будет забитие мышц все-таки как бы ограничивающим будет сила поэтому просто интересно мнение как бы сколько раз примерно хотя бы ну не точно за там плюс-минус смогут закрыть этот эспандер без установки участник вникаем в антропометрию кисти так как эспандер довольно таки с маленьким расстоянием и этот фактор факт будет как бы меньше влиять на количество скажем так закрытий на сколько раз закроют люди вот с тремя такими динамометриями 110 120 и 130 килограмм все значит если какие-то вопросы может быть я не рассказал можете также спросить в комментариях на этом видео заканчиваю всем спасибо за просмотр и до новых встреч